Вот, значит, вы будете всё чувствовать, я надеюсь, да, если не будете чувствовать, ничего страшного, потому что я могу ввести и вытащить из вас то, что нужно, если нужно, да. Зачем это нужно? Наши травмы заключены в теле, то есть у нас травматичное привычное поведение, которое нам не нравится, да, я хочу этого, я хочу налево, иду направо, да. Это поведение у нас автоматическое, оно работает как рефлексия, да, просто автоматически, как что-то триггернуло, вы даже не заметили, понимаете, то есть из-за этого я иду довольно глубоко, но я иду аккуратно, и чтобы не было слишком травматично, я устанавливаю фьюз, как это называется по-русски, предохранители. Да, да. Несколько бы ваша информация для вас не была бы травматичной или болезненной, мы устанавливаем уровень, вы будете чувствовать только на 5-10%, только для нашей информации. Это просто между нами такой договор и между Богом. В начале сессии я измерю, буду измерять уровень каких-то ваших болей или пониманий, не понимая, в конце сети мы тоже измерим, он, этот уровень у нас увеличился или уменьшился. То есть любое изменение, всё будет нормально. И что ещё? В начале сессии я вам помогу выставить цель, цель будет не сразу понятная, но такая, к которой мы можем прийти в конце сессии, чтобы она нам была как бы достижимой в каждой сессии. Понятно, да? Да. Вы когда-то работали с психологом, с кем угодно? Да, где-то год плотно, полгодика так, вяло текущее. Хорошо. Ну давайте тогда расскажите, какая у вас цель, какая проблема? Наверное, то, что именно сейчас тревожит, это какое-то безумное состояние потери. Я максимально себя, вроде бы это и не депрессия, как я у вас услышала в каком-то из видеороликов, вялая, затяжная депрессия. Что-то вот из этого, что вроде бы всё окей, вот именно сейчас в жизни, в плане работы, в плане там есть где жить, есть что кушать, но что-то глубоко внутри настолько не устраивает и тянет всю энергию. И я практически, ну вот, наверное, месяца полтора, всё свободное время, либо лежу в постели, не знаю, чем заняться, мне абсолютно ничего не хочется, никакие видеоролики неинтересные, никуда идти, ни с кем общаться не хочется, либо появляются, ну вот какими-то качелями, либо появляется энергия, но она, вот её ненадолго хватает. Может быть, на день, может быть, на полдня, а может быть, на час. И потом опять куда-то это всё теряется. У меня такое и раньше было, но это было в какие-то трудные моменты, там, в начале миграции, там, когда я поступила только в институт и переехала в другую страну, в другой город, ну там всё новое было, тоже очень тяжело было. В этом примерно такое же было. А сейчас у вас тоже какие-то изменения или нет? Нет, просто всё вот именно, что я месяц назад делилась там с клиентами, с подружками, что только сейчас себя почувствовала получше эмоционально, потому что появилась какая-то стабильность, я накопила какую-то финансовую подушку для меня комфортную. Как-то вроде бы всё окей сейчас, но куда-то меня отбросило, я как-то закопала саму себя, и мне хреново внутри. И снаружи тоже. Я прям вижу, я перестала кушать, я похудела, меня это радует, конечно, но это не здорово. А вот вам сейчас чувствуете себя совершенно свободно, когда вам хочется плакать, потому что вы находитесь в какой-то травме, и мы с ней сейчас разберёмся. Спасибо. Вот вы, когда плачете, вы чувствуете себя в каком возрасте? Сейчас или какой-то поменьше? Сейчас, наверное, какое-то. Хотя хочется к маме на ручке и ничего не делать, чтобы всё кто-то решил. Хотя и решать, по сути, нечего, всё окей. Мне кажется, я ёбнусь. У меня один раз было, три года назад, у меня было какое-то... Ну, я обращалась к психиатру, я себя настолько довела своими какими-то страхами, нервами, что я... У меня чуть-чуть поехала крыша, я не могла соображать, я не могла какие-то простые действия по обслуживанию себя делать. Мне очень страшно, что это состояние повторится. Это очень хорошо, хорошо. Юля, вот я вас слышу, когда вы говорите. Это вы плачете и немножко заикаетесь? Или вы заикаетесь немножко? Я заикаюсь. Это у меня с детства. А может ли быть такое, что причина, то есть у заикания есть причина? Я вот... У меня и родители копались, я и в детском возрасте ходила к логопеду, и во взрослом. Мы не смогли понять причину, но мы думаем, что это генетически, потому что папа тоже заикается. Там никаких триггеров нету, собака не пугала, ничего не было. Я когда спокойно, я говорю спокойно, а есть какой-то малейший стресс, там, грубо говоря, что-нибудь там к начальнику с какой-то просьбой вопросом. Меня это начинает... Ну, начинает заикание вылазить. Давайте предположим, заикание, причина заикания, потому что вы говорите, вы можете не заикаться, но если есть стресс, вы заикаетесь. Сейчас вы заикаетесь, у вас какой-то скрытый стресс. Ну, я назвала тревожная депрессия, но мы можем назвать как угодно. И вы впадаете, вы впадаете, это я условно говорю, вы впадаете в какое-то детское состояние, потому что когда человек плачет, и я смотрю по лицу, вот как вы плачете, это сразу понятно, что маленький ребёнок. Сколько вам сейчас лет? 29. То есть вы уехали из дома, да, вы справились с эмиграцией, вы справились с денежным потенциалом, да, то есть вы ведёте себя как взрослый человек, и вдруг вы впадаете в какое-то детское состояние, и в этом детском состоянии включается почему-то вот это заикание. Давайте предположим, что если оно генетическое, я согласна, это генетическое, но есть эпигенетика, то есть генетические качества проявляются, когда что-то на человека влияет. Стресс всегда влияет, правильно? Да. То есть это нормально, например, у кого-то стресс проявляется какой-то болезнью, а у вас заикание. Нормально? То есть мы будем опираться на то, что заикание – это какой-то дополнительный факт. Бонус. Да, кстати, действительно бонус, потому что, может быть, это меньше бонус, чем что-то другое, понимаете? То есть, может, он не больной. Вот, и вот когда человек заикается, вот как вы вас чувствуете сейчас? Мы начали с того, что я хочу к маме на ручки, да. Давайте, что вам сейчас ближе? Вот когда я заикаюсь, я в каком возрасте себя чувствую? Наверное, в любом, я всю жизнь заикаюсь, это всегда со мной как-то уже смирилась, что ли. Раньше я очень жестко комплексовала по этому поводу. Я думала, что меня это очень сильно, ну, как-то снижает мою ценность в глазах других людей. Сейчас в голове я понимаю, что нет, но всё равно какой-то остаток комплекса остался, не такой сильный. Давайте изучим этот комплекс, а потом перейдём к тому, почему вы плачете, да. Вот если вы говорите комплекс. Комплекс — это какая-то коробочка с каким-то набором, да. Что это такое в этом комплексе? Наверное, что я не могу донести свою мысль. Я иногда могу вообще не высказаться где-то, где бы я хотела. Высказаться в какой-то группе, на каком-то собрании, на какой-то встрече. Я потому что знаю, что я сейчас начну заикаться, и мне не хочется, чтобы люди узнали, что я заикаюсь. Как-то вот мне стыдно. Вот смотрите, есть такой эффект. Стыдно. Смотрите, стыдно, значит, вы стараетесь что-то спрятать. Да. Значит, это, можно сказать, что это непринятие себя. То есть я могу быть любой, но потому что кто-то смотрит, я не могу быть любой. То есть я не могу себе позволить заикаться, да. Дома могу позволить заикаться, но мне там не надо, да. А там где... Я не могу, но я там тоже практически не заикаюсь. То есть можно сказать, что заикание — это выбор? Наверное, в моём случае нет. Я его не выбираю, оно просто меня преследует. Это хорошо. Я бы не хотела это выбирать. Я бы не хотела заикаться. Ну, тем не менее, вы сказали, я уже как бы с этим смирилась. Окей, хорошо. Оно меня преследует, это тоже хорошо, потому что заикание — это не вы, это что-то сзади вас преследует, правильно? Да. Но пока что у нас заикание не является целью. У нас целью является, я так понимаю, ваше душевное равновесие, но сначала нужно исследовать, откуда оно всё берётся, правильно? Да. Давайте теперь тогда мне скажите ещё, как бы вы хотели, чтобы сегодняшняя сессия закончилась? Нету такого пожелания, потому что, если честно, это со мной впервые, я в таком методе не работала. Я не знаю вас, я не знаю, что мне ожидать, я не знаю, какие темы будут подняты, в каком это ключе вестись будет. Если ты, я пришла с открытым сердцем, как оно пойдёт, что я буду подстраиваться под вас, потому что вы знаете, чем вы занимаетесь. У меня есть, конечно, какие-то небольшие ожидания, что мне это поможет продвинуться на какой-то дальнейший этап, но нет заоблачных ожиданий, что должно быть именно то-то, то-то. Если мне лучше будет, я буду счастлива, нет, ну, значит, буду что-то дальше делать. Значит, это продвинуться на какой-то следующий этап, и мне будет лучше, да? Да. Ну, как минимум, чтобы внутри поспокойнее было, а как максимум, мне бы очень хотелось изменить свою жизнь, но я не знаю, куда её, в каком смысле изменить. В том смысле, что кем я хочу стать, когда я вырасту, потому что чем я сейчас занимаюсь, как бы вроде бы окей, но я понимаю, что у меня к этому не лежит душа. Так, Юля, когда в 29 лет человек уже взрослый и уже уехал, он занимается чем-то, он работает как бы более-менее рутинная работа, обеспечил себя, да? Да. У него, когда нету душевного порыва самопроявления, он будет страдать. Да, я это понимаю, поэтому и хочется найти то, чем мне бы очень хотелось заниматься, но я пока не нашла это. Чтобы и финансы приносила, потому что нужно оплачивать свои билы и гармонию. Хорошо. Значит, у нас появляется такая большая цель, нам это важно, нам важно куда-то идти. Значит, цель гармония, спокойствие и финансы. Ну, что-то интересное дело, да? Да. Ну, да, ещё я промолчала про личную жизнь, но это тоже, может быть, как-то для меня было бы интересно. Хорошо. Давайте узнаем. То, что вы плачете, то, что заикание появляется, когда, например, вы перед кем-то, да, не можете сказать что-то, иногда перед друзьями, иногда перед начальником. То, что хочется к маме на ручке. То, что я не знаю, куда я иду, но я умалчиваю, я уже молчу про свою личную жизнь. Это всё как-то связано? Наверное, да. Это так как все эти темы вроде бы устраивают, а вроде бы и не полностью, мне кажется, это сосёт у меня энергию, так как я не удовлетворена. Я вроде бы знаю, что я могу по-другому, а как, не знаю. Давайте теперь определимся. Значит, сосёт энергию, это уже хорошо. Сосёт энергию, я сразу закрашиваю это красным. Я не удовлетворена. Это тоже хорошо. И я могу по-другому. Так. Давайте теперь измерять кое-что. Если у вас что-то сосёт энергию, то в самые вот критические вот эти, вот сейчас, например, да, вот я плачу, наверное, энергии появляется немножко больше, да, потому что что-то вытекает из вас, да. Вот сейчас от одного до десяти сколько у вас энергии? Наверное, четвёрочку. Четвёрочку. Не самое ужасное состояние, я бы так сказала. Хорошо. Я не удовлетворена. Насколько это? Ну, на пятёрку, наверное. Хорошо. И я могу по-другому. То есть ваш потенциал где-то внизу ещё, да? Да. По моим ощущениям, да. Но я боюсь ошибиться, что, может быть, это верх моего развития. Дальше так хуже будет. Так, я боюсь ошибиться, что это верх моего развития. И дальше будет хуже. Это я параллельно просто печатаю. Смотрите, что вы мне сказали. И вы меня поправите, если что-то не так. Вот сейчас, там, где я плачу, там, где я заикаюсь, когда я чего-то боюсь, хотя я уже смирилась, там, где я могу себя обеспечивать, уже сменила страну, это верх моего развития. И что-то плохое ещё происходит с отношениями, это верх моего развития. Почувствуйте трагедию. Мерзко. То есть, мерзко, так вы сказали? Отлично. Прекрасно. Мерзко. И вы одновременно улыбаетесь, как бы, и плачете, да? То есть, это, можно сказать, что это какой-то сарказм над собой, ирония какая-то. Или какая-то защитная реакция, может быть. А откуда берётся такая защитная реакция, вот когда хочется плакать, но вы, я как бы для себя объяснила, что это ирония, как бы вы сказали, вот почему, вот эта улыбка, это что? Ну, может быть, какое-то обесценивание, может быть, я страдаю хернёй, сама себя закопала, и сама над собой смеюсь, типа, Юль, ты вообще нормальная, всё же хорошо, ты ревёшь, что-то там накручиваешь. Иди вон на пляж, солнышко, кайфуй, но не получается. То есть, здесь ключевое слово обесцениваю, я страдаю хернёй, и я сама себя накручиваю, правильно? Отлично, молодец. Так, хорошо. И это защитная реакция? Мне так кажется. Юля, вот вы страдаете сейчас хернёй. Почувствуйте это. Я страдаю хернёй, я сама себя накручиваю. Посмотрите, где у вас в теле, что вы себя накручиваете, где вы это ощущаете? Ну, тут, в груди. В груди, ниже, между грудью и желудком, да? Или прямо? Да, между грудью и желудком, где-то вот, где эта вот плёнка, чем дышит, как это вот. Это диафрагма. В районе диафрагмы. Посмотрите, можно предположить, что у вас диафрагма подпрыгнула, и вы чувствуете тревожное расстройство, то есть это нормально. Ну, вернее, это физиологически так, да? Когда диафрагма подпрыгивает, у вас сжимаются лёгкие, и вот уже вот это вот, оно запускает разные страхи. То есть либо страх сначала запускается, какой-то страх, триггер какой-то у вас был, да? И ваше подсознание говорит, о, триггер, страх, мне нужно впасть в тревожность. И теперь я в тревоге. Я этого, может быть, не осознаю, что я в тревоге. Но я, потому что тревога, наши мозги придумывают историю, потому что наше тело любит всё объяснять. И вот вы себе на данный момент объяснили, слушай, ну, такая идёт, качели. Слушай, Юля, а может быть, ты просто хернёй страдаешь, да? Угу. Или ты себя обесцениваешь, да? А вот это я люблю, кстати. Это мы уже с психологом проработали, что обесценивать себя прям, поэтому и всё. А чем хорошо себя обесценивать? Это нехорошо, абсолютно. Просто, наверное, я так всю жизнь жила, я до работы с психологом даже не знала про это, не замечала. Потом она мне помогла открыть на это глаза. Я сейчас стараюсь ловить себя, стараюсь этого меньше делать, но не всегда получается. Смотрите, я вам подскажу немножечко, да? У обесценивания есть отличная вторичная выгода. Вы, наверное, знаете такое, да? Что есть вторичные выгоды. Слышали такое? Есть. Я знаю про вторичные выгоды, но про вторичную выгоду обесценивания не знаю. Давайте подумаем. Может, пожалели, не знаю. Хорошо, подождите, сейчас проверим. Вторичная выгода. Ну, вы сказали, я хочу к маме на ручки, то есть другими словами, я боюсь или не знаю, как брать на себя дальше ответственность, потому что дальше что-то непонятное, потому что у меня дальше непонятно, оно пугает. Вы уже это сказали. Значит, обесценивание помогает вам оставаться там, где есть, да? Хотеть к маме на ручки, то есть быть маленькой. Да, да я знаю. Похоже на правду. Теперь вы мне скажите, а я запишу своими словами, чтобы не я вам говорила, а чтобы вы почувствовали действительно, скажите прям так. Мне выгодно себя обесценивать, потому что? Мне выгодно себя обесценивать, потому что я пытаюсь избежать ответственности за своё будущее, хочу её переложить на кого-то, грубо говоря, на родителей, либо на будущего партнёра. Это точно. То есть раньше были родители, раньше родители, а сейчас партнёр. Ну, партнёра сейчас никого нет, потому что партнёра нет. Это хорошо, это я вас просто искренне, просто искренне обнимаю и поздравляю. Я объясню, почему. Хотите или вы уже догадались, почему? Нет, не догадалась. Что будет? То есть вы ищете партнёра-родителя? Да, я тоже этого не хочу, потому что я поняла, что все мои отношения так и строились. То есть представьте себе, да, то есть уже есть такой опыт, да, я ничего не придумала. Представьте себе, у вас какие прерогативы, привилегии, забыла русское слово, каких партнёров вы любите, например, вот по возрасту, может быть, или по качеству? Который старше меня и который может решить мои проблемы. А намного старше? Ну, в идеале для меня лет восемь, может, десять. В принципе, если бы нашла какого-то человека, меня бы и двадцать лет не смутило. Круто. Опять же, это именно всё зависит от конкретного человека. Хорошо. Так сказать, папика, как угодно, вот, чтобы на него, условно, что мы знаем, переложить ответственность за своё будущее. Пусть он мои проблемы решает, да? Ага. То есть, хочу обратно в семью. Ну, да. То есть, что там у вас удавалось, а что не удавалось? На самом деле, я поняла, что это тоже не очень хорошая стратегия. Это не очень правильно. Меня тоже в таких отношениях мне не было хорошо. Я из тех них выходила. В определённый момент они заканчивались по моей инициативе. Какие-то, как я считаю, всё-таки это не очень здоровые отношения были. Почему? Что в них нездоровое? Ну, в разных отношениях было, наверное, своё. В последних отношениях у меня просто, наверное, было какое-то отвращение к партнёру спустя какое-то время. Почему? Я, наверное, поняла, что мы разные. Мне с ним было вначале интересно, а потом вообще неинтересно. Я поняла, что мы живём абсолютно разными ценностями. Мне его не хотелось ни в постели, ни видеть, ни разговаривать с ним. Почему? Странный вопрос. Не знаю. Вы уже сказали достаточно разные ценности. То есть я так понимаю, что начинаются... Давайте так. Давайте так. Просто измерим, чтобы мы никуда не уходили от вашей цели. Мне плохо. Мне хуёво совсем сейчас. Я не понимаю, почему я плачу. Почему я боюсь своего будущего? Почему я перекладываю на другого? Это я просто пока что про вас. То есть я ещё не знаю, не прозвучало, почему я перекладываю на другого. Это я вам сказала. Но мой опыт, что я перекладываю на другого человека ответственность за своё будущее, это один момент. То есть пока нет человека, у меня нет будущего. Пустота, может быть, меня пугает, да? Да, да, вы похожи очень на моё восприятие. Но я не могу себе помочь. Потому что мои прошлые отношения, те люди, те ключики к будущему, они все какие-то тоже поломанные. Не те ценности. Мне всё прям противно. То есть теперь давайте просто, если вот что-то где-то здесь является максимально приближённым к вашей трагедии сегодня, ну я утрирую, да, всё. Давайте теперь скажите, в чём заключается сегодняшняя трагедия, доводящая вас до слёз? Наверное, неудовлетворённость. То, что первое лезет на ум, если вот взять в рамках вот данного периода. Доверяйте себе то, что лезет первое на ум, это то, что надо. Да, да, хотелось бы как-то найти себя в плане карьеры, в плане отношений. Хотелось бы здоровых отношений, но я пока не знаю как. Пока есть опыт только нездоровых. А уже такого не хочется. Как бы как по-старому было не хочется, а как по-новому ещё не знаю. Тоже страх. Революционная ситуация. Верхи не могут жить по-старому, низы не хотят. Понимаете меня, да? Вот эту фразу чуть-чуть не поняла. Ага, это значит, слава богу, что вас этому, наверное, в школе не учили. Это называется революционная ситуация, когда что-то должно, когда старое ломается, а новое ещё не родилось. Да, я чувствую сейчас, у меня вот месяц-полтора вот внутри какое-то такое происходит. Я не знаю, на каком уровне я это чувствую. Что вот именно вот как будто бы сейчас какой-то промежуточный момент, как будто бы меняется что-то во мне, что как раз-таки даёт то ощущение, что вот уже как по-старому во всех сферах жизни не устраивает. А как по-новому, я не знаю, я как потерянный слепой котёнок. Мне иногда кажется, вот даже сейчас, вот 15 минут назад, час назад, у меня такое состояние, как будто я под чем-то. У меня как будто бы неясное сознание, как будто бы я накурилась или напилась, но я не употребляла ничего. А, под чем-то, в смысле, под влиянием. Под влиянием чем-то, алкоголя, либо травы, но вот какое-то такое мутное, я вот не понимаю, мне кажется, я что-то с ума схожу, как будто бы. Нет, с вами всё нормально, у вас просто кризис. Давайте назовём это кризисом. Кризис — это всегда хорошо. Хорошо. Хотите плакать? Пожалуйста, плачьте. Потому что это хорошо, что вы плачете. Мне страшно, мне страшно. Мне как-то очень страшно. Страшно, всё нормально. Страшно. Страх — это полезно. Страх требует внимания. Ну да, я понимаю, что всегда, когда страшно, это было в моей жизни, в период роста, улучшения. Но я всегда боюсь, что это будет не улучшение, а ухудшение. Как вы где-то говорили, что мы привыкли себе стелить соломку, мы... Да, мы прям мастера. Это прям каждый человек пока... Это для меня, да. Я постоянно, я настолько осторожничаю, что, ну, очень много усилий. Нет, вперёд смотреть. Я пытаюсь передугадать, а где я могу ошибиться, чтобы везде по разным сферам жизни подстелить соломочки, чтобы мне так больно падать было. Скажите, чтобы память была, вы сказали? Чтобы не так больно падать было. А, чтобы не так больно было падать. Так, всё нормально. Вы прям как все. Может быть, это не самое лучшее, да, но, к сожалению, мы все этим страдаем. Хорошо. У меня просто у всех это в разной мере. И у меня в какие-то периоды это было в кое-то контролируемое, когда не сильно мешало. А сейчас очень сильно. Юлия, были ли у вас такие ситуации, когда вы всё спланировали, а у вас пошло всё не так? Да, и причём часто было, что это даже к лучшему было. Ну, расскажите мне про такие ситуации. Блин, я так навскидку не могу сказать, но миллион раз было так, что происходит что-то, что меня расстраивает. Я думаю, блин, за что мне это, почему так? Я расстраиваюсь, грущу, страдаю. А потом проходит время, я думаю, господи, спасибо, что это тогда случилось. Если бы не случилось, то моя бы жизнь не выстроилась так-то, так-то, так-то. То есть можно сказать так, что мы, как это называется, сейчас я сформулирую, мы предполагаем, а Бог располагает. Да, да. Хорошо. То есть фактически мы хотели бы подстелить соломки и подушки везде, да, но не получается, да? Не знаем, да. Да, и вот это вот состояние, когда не на что опираться в будущем, потому что вы сказали, если бы я знала хотя бы, чем я буду заниматься, да, а пока что мне мои вот эти вот кавалеры не помогли, да, и вот мне приходится это всё самой делать, да, и, блин, это же взросление. Взросление, да. А я хочу к маме на ручке, да, и мне страшно, потому что страшно почему? Потому что вас научили ещё и бояться делать ошибку. Вам нельзя делать ошибку? Нельзя, нельзя, нельзя никак. А, это большой страх ошибиться, а что люди скажут, что подумают. Ужас, ужас, ужас. А ты всем пофиг, я головой это понимаю, все озабочены своими. Да, да. Причём самое неприятное, что это не вы придумали, это родителям, это родители вам объяснили, что если ты будешь не такая, как надо, в кавычках, да, то люди скажут что-то, и плохо будет не вам, а им. То есть они говорят, что вам будет плохо, но на самом деле они же за нас переживают, понимаете? Вам эта теория более-менее откликается или она ещё далеко? Откликается, но это что-то новенькое для меня. А что такого родители вам могли говорить? Иногда это может быть вытесненная уже память, да? Например, вот если ты не будешь такой, то будет что-то плохое. Что-то в этом роде они вам говорили или нет? Или это очень-очень далеко было? Да не, говорили в том смысле, что если не будешь учиться, если не будешь в школу ходить, будешь работать, там, в Жеке, грубо говоря, подметать двор. Да, что вот надо всегда что-то делать, к чему-то идти, чего-то достигать, иначе ты никому не будешь нужна. О, иначе ты никому не нужна, если не достигнешь. Вернее, они говорят, надо достигать. Постоянно, всегда чего-то, да. Достигла одного, порадовалась в пять минут и побежала дальше херачить. Некогда долго радоваться. Вот это вот достигательство. Вы что? То есть это уже звучит очень профессионально, потому что если вы осознаёте, что успешный успех достигательства – это пять минут длится, а дальше опять, то есть у вас обесценивается, сегодняшняя тема – это обесценивание, да, то есть у вас обесценивается даже цель, потому что на гребне, на этом гребне нельзя, ну как на волнах, да, вы на этом гребне волны не можете удержаться, потому что волна идёт дальше. Получается, что мне, давайте я просто подумаю, а вы мне скажете, так или не так, получается, что мне очень страшно, потому что что бы я ни достигла, дальше опять начинается эта гонка, и фактически я опять ничего не достигла. И у меня сзади сидят родители и говорят, блин, беги дальше, достигай, достигай, достигай. То есть я, это Red Trace называется, да? Ну, крысиная бега, понимаете? Да, да. То есть там нигде нет покоя. И смотрите, будущее достижение в будущем. То есть я чокнутая сто процентов, потому что у меня в голове картинка будущего, которая уже обесценена, потому что если я его достигну, дальше опять пиздец начнётся. Я опять буду писать. То есть покоя там нет нигде. Вообще нигде. Вообще нигде нет покоя. Это сплошной пиздец. То есть эта картинка мира, она какая-то фальшивая. Давайте мы её поправим, потому что если в неё поверить, то пиздец будет продолжаться каждую минуту, потому что наш мозг любит что делать? Зацикливаться. Если тревожная натура, если я хочу проверить, что в будущем, то я буду зацикливаться на самом плохом будущем. Самое хорошее, это нас не очень интересует. Это не пугает, да? Да, это так, слабенько. А вот если что-то страшное, давай проверим этот негативный сценарий, эту катастрофу, эту катастрофу. Давайте проверим. Может быть, вы знаете, какие катастрофы в будущем вы себе нарисовали? Да-да, что я останусь одна, без семьи, в старости, уже без друзей. Будет сложно с финансами, с жильём, с какими-то бытовыми, что некому душу излить будет. Ну, страх одиночества. И безденежье, наверное, самое такое большое. Это вы уже сказали, да. Так, что может быть хуже? Давайте проверим. Катастрофа. Я останусь одна без семьи, некому будет излить душу. И это будет безденежье, плохо с финансами, с жильём. Давайте ещё сюда добавим. Это же стыдно? Стыдно. Стыдно. Значит, одиночество будет выбором. То есть, чтобы никто меня не видел, в каком я ко мне сижу. Правильно? Ну, либо просто как так сложится само. Даже это не то, что будет выбор, а как это, цепь, исход событий. Если я буду так же вести себя, зацикливаться, ни с кем не общаться, будет упадческое настроение, то в итоге я и останусь одна. Так, теперь давайте измерим сейчас. Помните, мы установили, что если что-то страшное возникает сегодня, мы его должны проверить, насколько оно страшно. Давайте сейчас проверим. Только мы его будем чувствовать только на 5%, чтобы вообще уже туда не свалиться. представьте себе страшное будущее. Вместе будем сейчас представлять. Это катастрофа. Это пиздец-пиздец. Я одна. Я без семьи и без друзей. Я старая. Мне сложно с финансами. Я никому не нужна, никому не могу душу вылить. Я одна, потому что я уже долгое время убегаю от всего. Да. С кем общаться. Чувствуйте все это. Да. Чувствуйте на 10%. Где оно у вас ощущается? Мне кажется, там же примерно где-то. Отлично. Теперь скажите вот этому состоянию, как мы его назовем? Может быть, мы его назовем пиздец жизни? Или как? Катастрофа жизни? Пиздец жизни. Пиздец жизни прямо идеально вписывается. Хорошо. Теперь положите туда руку и скажите пиздец жизни. Пиздец жизни. Большое спасибо, что ты со мной. Большое спасибо, что ты со мной. Большое спасибо, что ты меня охраняешь. Большое спасибо, что ты меня охраняешь. Что ты проявился. Что ты проявился. Что если бы не твоя тревожность. Что если бы не твоя тревожность. Я бы даже не знала, какой вопрос следующий задать. Я бы даже не знала, какой вопрос следующий задать. А там, где есть вопрос, там есть ответ. А там, где есть вопрос, есть ответ. Спасибо тебе большое, пиздец жизни. Спасибо тебе большое, пиздец жизни. Отлично. Теперь открывайте глаза. Я ничего не попутала более-менее близко к тексту? Близко очень. Отлично. То есть получается так, что моя тревожность, моё тревожное расстройство, да, я поддерживаю, чтобы быть осознанной, чтобы я не просто плыла, там, каждый день туда-сюда на работу ходила, да, а чтобы я задумалась, ну, меня заставляет задуматься только этот страх. То есть если нету страха, что я буду делать? Что вы делаете, когда страха нет? То есть я не знаю, куда я иду, я просто хожу на работу. Что вы делаете? Солнышко, вы сказали, песочек, океан. Что вы ещё делаете? Я люблю заниматься вейксёрфингом. Как называется правильно? Вейксёрфинг. Вейксёрфинг, вейкбординг. Это на верёвочке? Да, да, да. Это что ли с фулгой? Чем-чем? Фулга? Подождите, где живёте? В Флориде. А, я просто знаю одну компанию, которую я тут тоже туда хотела пойти. Отлично. Я жива раньше в Ворольдшкаунте. Ну вот, у нас есть фулга, которая этим занимается. Хорошо. Значит, так, когда нет страха, я занимаюсь вейксёрфинг. Да. Так, отлично. Хорошо. Представьте себе, что вы сёрфаете. Ага. Как вы себя чувствуете? На 10 из 10. Мне это очень нравится. Так, хорошо. Оставайтесь в этом состоянии. Где вы это чувствуете в теле? Везде, как будто бы я сияю. Мне прям так хорошо свечусь. Теперь давайте сюда добавим немножечко щепотку успешного успеха. Мне нужно бежать и достигать. Что происходит с этим состоянием? Ну, там его я не ощущаю. Там я как-то отключаюсь. То есть хуже становится? То есть больше нет вот этого сияния внутреннего, да? Не-не, когда занимаюсь, есть сияние, мне это прям нравится. Но я просто не поняла про успешный успех, причём он тут. Потому что мы определили, что когда вы куда-то стремитесь и обесцениваете эту цель, то она расценивает ваше сегодняшнее состояние. Да, да. Вот я это назвала успешным успехом. Например, я достигла, да, вот я бегу и достигаю. А я достигла на пять минут. Вот это состояние, что оно делает с внутренним сиянием? Давайте назовём достигательство. Да, да, да. Но оно приятно, это состояние. То есть у вас, оказывается, два состояния как бы конфликтуют. То есть нам надо очистить ваше состояние достигательства, правильно? Наверное, да. Окей. Значит, у нас есть сияние хорошее, когда я просто релакс, да. И вот есть достигательство. То есть я хочу, я не просто бегу куда-то. То есть я, оказывается, и бегу, и боюсь, потому что, может быть, я не знаю, куда я бегу, вы сказали, да? Да, да. Окей, переходим к следующему. Состояние успеха вам нравится? Достигательство, да? Да. Но к нему прикреплена вот эта вот грязь, что я всё время бегу, и дальше я его обесцениваю. Оно длится только пять минут. Да, а дальше что? То есть у вас успешный успех почему-то длится пять минут. То есть я постояла на пьесе. Да. То есть вы, наверное, спортсменкой были, да? Нет. Это даже удивительно. Хорошо. Откуда вы знаете, что успешный успех длится только пять минут? Это самое страшное, что он длится только пять минут? Ну, это образно. Как что я вроде делаю большой путь к определённой цели. Иногда это даже занимает годы. Немножечко порадуюсь и дальше себе рисую. Новую цель, и всё. А та уже, ну, как будто, типа, что это само собой разумеющиеся. Все бы так же смогли. Типа, что ничего такого не сделала. Значит, смотрите. Смотрите, что вы мне говорите. Я подозреваю, откуда это берётся. Я делаю большой путь. Ну, то есть это много всего, да? К определённой цели. На это уходят годы. И когда я этого достигаю, может быть, это даже диплом, если честно. Ну, да. Может быть, я порадуюсь. Но все же так умеют. Я тут же это обесценен. Ну, кто я такая? Подумаешь. То есть я достигаю не свою цель. Я достигаю цель, который... Ну, это я придумываю пока, что это немножко, может быть, далеко, да? Получается так, что сам ребёнок, который, например, сёрфает. Вот он хочет сёрфать, да? Вот он сразу получает удовольствие. На это не требуются годы. Я просто встал и посёрфал. Всё. Счастье, да? А вот что-то фундаментальное, да, что-то карьера какая-то, да? Я её выстраиваю годы. Я туда иду. И потом я там постояла, поблистала. Мне похлопали. Родители сказали. Молодец. А кто-то внутри говорит, так вот он же что же самое сделал, подумаешь. И всё. Годы обесценились. Да. Хорошо. Юля, это нормальный, к сожалению, ужасный, ужасный и нормальный изъян нашего воспитания, что нас не учили наслаждаться сейчас. Это тоже обесценено. Вы наслаждаетесь сёрфингом, потому что вы можете физически им наслаждаться. Вы тогда просто ни про что не думаете. Там нету сравниваний, правильно? Да. Нету там сравниваний или есть? Нет. Вообще нету. Как получается, так получается, да. Как получается. То есть это чисто детское. Вот я иду своим ходом, мне всё пофиг, и я счастлива в моменте, да? Да. И тут вдруг кто-то выставил большую цель, там, институт. Вычеркни из своей жизни 4, 5, 6 лет плюс аспирантура, да, плюс практика. Да, стань психологом. Через 10 лет, если ты не сдохнешь, то, может быть, у тебя появятся клиенты, и то надо будет над этим работать. Но сам диплом – это достижение, понимаете? То есть сам диплом – достижение, которое длится 5 минут и тут же обесценивается, потому что кто-то тоже так сделал. То есть это бессмысленный путь вперёд. И у вас теперь вот этот тупик, куда же мне идти, я туда больше идти тоже не хочу. А вроде бы как это такая единственная возможность вообще куда-то идти, но в конце мне это нафиг не нужно. Правильно? Да. Значит, нас учили, что нужно пахать, потом нас учили, что нужно достичь какого-то элемента, там, диплома, да, потом нас сравнивали постоянно с кем-то, и всегда найдётся человек, который больше зарабатывает, у которого более длинные ноги, более пухлые губы, более голубые глаза, да, а через 10 лет он ещё к тому же, блядь, и на 10 лет меня моложе. То есть что бы вы ни сделали в своей жизни, получается, что вот это сравнивание, оно убивает абсолютно всё. Теория понятна? Да, да, полностью с ней согласна. Теперь расскажите мне, помните ли вы, как вас учили родители, что вот нужно вот этот путь пройти, вот, у меня аж заболело здесь, это с левой стороны, между прочим, странно, мамина, это у меня заболело. У меня тоже как-то, не прям заболело, значит. Ну, у вас с правой стороны, или у вас это левая сторона? Левая. Левая сторона. То есть у меня прям сильно заболела левая сторона, я прям так должна сделать. Значит, ну, предположительно, что это от мамы что-то такое. Предположительно, у вас мама что, она у вас многого достигла или, наоборот, она не реализована? Она не реализована. Раз мама не реализована, значит, дочка что должна быть? Реализовывается, понимаете, чтобы ты не делала мои ошибки, чтобы мне не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, да? То есть получается, что... Либо стремление быть полной противоположностью мамы, а больше похожей на папу. Вот папа как раз-таки мой, ну, какой-то такой. Давайте разберёмся. Ну, не идеал, да, но вот то, к чему больше хочется стремиться, больше хочется как у папы, чем как у мамы. Я хочу как у папы, а получается как у мамы. Да нет, получается как у папы, но всегда мало, всегда новое находится, что ещё нужно бы для такого удовлетворения. Так, теперь вот расскажите мне вот этот моментик. Папа полностью реализован и что, был недоволен собой? Нет, кстати, у папы всё нормально, он вообще не понимает, почему мы с мамой страдаем и паримся. Он реализован, ему всегда всё нравилось, даже когда он был... Ну, на разных уровнях, когда он был, он всегда был доволен собой, жизнью в целом. Так, хорошо, папа доволен собой. Ну-ка, почувствуйте себя как папа. Что это за ощущения? Тяжело почувствовать, он... Чуть не могу, я не пойму, в каком смысле почувствовать как папа, в плане... Вы сказали, что у вас получается достигать, как у папы. Ну да, что он тоже движется там постоянно, в карьере растёт, там в доходах потихонечку. В этом смысле я иду как папа, получается, как у папы. Хорошо, оставим это пока что. А теперь почувствуйте себя как мама, которая что? Мама что, она хотела реализоваться, у неё не получилось? Что говорила мама? Она не хотела никогда реализоваться в плане карьеры. У неё было, что она хочет семью, там, детей. В принципе, она это сделала, уже дети выросли, сейчас она постоянно не знает, чем себя занять. И в целом её это устраивает. Ну, где-то не совсем, но... Она не знает, чем себя занять, потому что дети уехали. Да. И её это не совсем устраивает. Ну да, какое-то тоже она... У неё тоже куча каких-то тревог и страхов, она себя загоняет на ровном месте. Мы с ней очень похожи в этом. Но у неё ещё хуже, чем у меня. Смотрите, вам психолог когда-то говорил, что внутри нас есть проекции наших родителей. И мы... Мы специально это... Говорил, да, психолог? Ну, что-то такое... Посмотрите, у нас внутри есть проекции наших родителей. То есть мы можем чувствовать, моделировать их. Мы можем становиться на их место, мы можем чувствовать их боль. Как-то с радостью тоже хотелось бы, но больше мы заполонили себя болью, да? Ага. Ну да, она мне говорила, что я ставлю себя на месте моей мамы, что я пытаюсь быть мамой для неё. Давайте проверим. Вы пытаетесь быть мамой для своей мамы? Да. А что вы делаете для этого? Ну не то, что прям что-то делала, но я её стараюсь где-то учить, где-то что-то доносить, какую-то свою позицию. Мне кажется, я лучше в этом понимаю, лучше разбираюсь и хочу ей помочь. Она что-то у меня теряется. Прям, наверное, очень похожие эти самые. У нас очень похожие истории какие-то. В том смысле, что она просит этого либо нет, либо не просит. А нет, я просто... Я ещё не знаю. Я ещё не знаю. То есть, смотрите, давайте просто посрочно проверим. Я стараюсь где-то учить маму доносить что-то. То есть я стараюсь маме помочь, чтобы что? Ну, где-то помочь. Она докапывается очень сильно в свою тревогу. Я пытаюсь ей какие-то методы, как можно какое-то своё более позитивное мышление привить. Когда я в состоянии ресурса. Когда я не в состоянии ресурса, я просто закрываюсь от всех. И как мама на это реагирует? С благодарностью ей это заходит. Ну, с какими-то, может быть, чем-то она не согласна, ей это не близко. Но в целом ей это подходит, ей это откликается. И чуть-чуть, может, помогает получше. Юля, давайте представим себе, что... Это я просто чисто так, на вскидку. Представим себе, что у вас в будущем есть, например, какая-то профессия, которая вам нравится до такой степени, что когда вы ею занимаетесь, оно одновременно похоже на то, как чувствует себя папа, что он ставит себе цели, достигает, да, и растёт. Ой, вы у меня замёрзли, что ли? Ну-ка скажите что-нибудь. Да-да-да, что-то мне тоже зависло. Красиво, о, сейчас отвисло. Наверное, что-то и я хреплю, и, наверное, что-то серьёзное выходит сейчас, да? Ваша энергия. Я понимаю, я бы так не теряла бы голос, если бы это не было настолько похоже на мою историю. Очень похоже просто. Вот. Значит, смотрите, в будущем, допустим, идеальное будущее нарисуем, просто попробуем, рискнём, да? Ага. Допустим, может быть такое идеальное будущее, где вы одновременно что-то делаете такое, я не знаю что, но оно радует, может быть, маму и вдохновляет её каким-то образом. Вы похожи как-то на папину реализованность, что вы последовательно идёте к цели, достигаете, но эта цель у вас продолжается, то есть вы в ней не пять минут в этой цели, да? Если убрать сравнивание, обесценивание, если убрать просто факт обесценивания, то в этой цели вы наслаждаетесь, вот как будто бы вы вот на этом вейкборде. Ага. Представьте себе такую фантастическую картинку, потому что катастрофический сценарий – это тоже фантастическая картинка, понимаете? Ага. А вот то, что я предлагаю, это тоже фантастическая, только положительная. Да, более приятная. Да, давайте попробуем. Или ваш мозг может сгенерировать хотя бы ощущение, какой-то цвет, какое-то что-то, что ассоциируется с вот хорошей положительной картинкой, потому что мы оттуда убрали самообесценивание. Что это, что бы это было? Вы можете такое почувствовать в будущем? Опять замерзла. Опять замерзла, представляете? То есть когда мы доходим до чего-то такого, ну, катастрофически нового, интернет всегда ломается. То есть я даже не удивляюсь. То есть мы где-то в серьезном таком, то, что вам нужно, и то, чего вы боитесь фактически. Обалдеть. Интересно. Вот, хорошо. Мы, наверное, тогда, может быть, даже остановимся в этом месте, да? Ага. Давайте остановимся, потому что мы уже интернет ломаем. Значит, смотрите, что. Что вы поняли сегодня про вашу ситуацию? Что это, в целом, у многих людей, что это не так все ужасно. Но и это тоже ненормально. С этим можно работать, нужно работать для большей гармонии внутри. Давайте я еще добавлю. Что вы узнали про обесценивание? Что у меня это и есть. Но я это и знала, в принципе, что у этого есть вторичная выгода. Что мне бы не хотелось, чтобы оно было в моей жизни. То есть у обесценивания есть вторичная выгода. Это тревожность или это еще что-то? Это еще что-то. Я думаю, да. Потому что иначе ничего плохого у нас не задерживается в нашем поведении, если бы там чего-то не было бы полезного. Такого не бывает. Всегда есть выгода. Это я вам гарантирую. Когда мы видим эту выгоду, мы с ней что-то можем делать. То есть правильно, все хорошо, молодец. Тревожность, мы поняли, что она мне выгодна, потому что она мне подстилает все соломки на свете, да? Да. Она, вернее, нет, извиняюсь. Нет, извиняюсь. То есть она вам выгодна, потому что она вас теребит что-то. Быть на теку постоянно, да, чтобы не расслабляться. Постоянно быть. И тревожность очень похожа, по вашему дескрипшену, тревожность очень похожа на то, когда вы достигаете этого пятиминутного успеха, а потом начинаете не расслабляться. То есть вы включаете тревожность прямо через пять минут после успешного успеха, чтобы опять бежать. Да, потому что происходит огосценивание, да, и дальше крысиные бега. Да. Крысиные бега на пике славы. И что вы узнали про ваши отношения сегодня? Может, ничего я не знаю. Про отношения даже сейчас не могу понять, что я именно прям сегодня узнала. Ну, то, что не так давно узнала, что я не хочу отношений по похожим сценариям, которые были, а как по-другому ничего не знаю. Ну, мы еще узнали, что всю нашу работу сегодняшнюю, ну, мы не дошли до создания цели, да? Мы, я думаю, что мы туда придем. Чтобы только я вас не пугала. То есть я знаю, что я могу помочь, а если у вас будет запрос, да, ну, чтобы я вас не пугала. Значит, потому что цель нас тоже пугает, оказывается, да? Вот, что я узнала про ваши отношения, что, оказывается, вы пытались вот эту вот нашу творческую работу довольно глубокую перевалить на вашего партнера, который вроде бы по старшинству должен мне взять больше, 90%. Да, и вот это вот не сработало. То есть больше я туда уже не хочу. Хватит, да? Я уже не хочу. Хорошо, это тоже хорошо. Да. И в принципе опыт, это прекрасный опыт. Отлично, хорошо. И что, в принципе, я поняла про себя, что если я найду свою цель, если я прочищу к ней дорогу, если я очищу ее от вот этого в конце, этого обесценивания, то, в принципе, я буду себя чувствовать нормально гораздо лучше с внутренней улыбкой. Да, хорошо. То есть это более-менее у нас есть цели на следующей сессии, да? Вот так. 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 Так.